Наш следующий материал о вечном споре между зоозащитниками и теми, кто безответственно относится к своим питомцам. С 1 января 2020 года в силу вступили все положения нового федерального закона, который требует выпускать в прежние места обитания выловленных животных после стерилизации и других процедур. Первые выпуски собак уже прошли и в Наринмаре. Как отреагировали жители заполярной столицы и кому больше вред нанесли этими нововведениями? Ответы на эти вопросы в материале моей коллеги Екатерины Дементьевой. Бюршки все одинаковые, сделаем зеленым, тряпится ухо. Эту лохматую дворняжку выловили в районе Кармановки почти три года назад. За это время собаки пытались найти хозяев, ее стерилизовали, привили и приручили. Но закон равен для всех и ее пришлось вернуть в прежнее место обитания. В карантинировании ставится чип, вакцина против бешенства, животное стерилизуется, или кастрируется, проходит период послеоперационный. И далее, в это же время мы ставим клипсу во время наркоза. И далее уже выпускаем в окружающую среду. Возврату в прежние места обитания подлежат животные, не проявляющие немотивированную агрессию. Такие меры обусловлены высокой загрузкой пункта временного содержания животных. У каждой такой особи специальная клипса на ухе. Но в действительности будет ли безопасно такое животное? Которое стерилизованно может проявлять агрессию, конечно. Где они будут питаться? Вопрос. На помойках? Или добрые люди будут их подкармливать? Я не знаю. Тут ведь человеческий фактор. Каждый человек рассуждает по-своему. Как будут вести себя животные, оказавшиеся на воле, без казенной еды и места укрытия? Не будут ли они сбиваться в стаи или пытаться навредить людям? На этот вопрос нет ответа даже у специалистов. Да и жители города не поддерживают эту инициативу. Конечно, надо содержать питомников всех. А так собака страдает. Проявить гуманность, лишить ее. Негуманно. Надо содержать питомники и кормить собачек. А хозяев устанавливать и наказывать, чтобы они их содержали и платили. Вот так надо. Ну, как вы считаете, не опасно это? Ну, тоже тут двояко бывает, смотряка собака. Если, например, с ней хорошо, так и она, наверное, хорошая. Одна из оказавшихся на воле собак уже вернулась обратно. Видимо, неволя со своей личной будкой и регулярным прикормом оказалась слаще свободы. Что по поводу кошек, видимо, с кошками будет то же самое. Вот мы в основном их забираем с подъездов, из подвалов, с теплотрасс. То есть они будут возвращены туда же. Не мы это придумали. Там проклинать нас смысла нет. Мы тоже люди подчиняемся закону. И, соответственно, поступаем так, как звучит буква закона. Подобная практика теперь будет применяться во всех регионах страны. Сейчас никто не знает, чем закончится подобный эксперимент, что на самом деле гуманнее по отношению и к животным, и к людям. Вечный спор зоозащитников и зооненавистников звучит так. Убить нельзя, оставить жить. И, как в известной крылатой фразе, каждый сам выбирает, где поставить запятую. Действительно, на улицах полно бездомных, а порой агрессивных животных. Приюты переполнены. И всему виной этому люди. В очередной раз хочется напомнить. Оставайтесь людьми. Не заводите животное, если не уверены, что сможете отвечать за его жизнь. Не выпускайте на самовыгул и хорошо относитесь к тем, кто уже познал горе беспризорной жизни.